Туристический сервер Закарпатья и туристический клуб Альфокс представляют Здравствуйте дорогие друзья, мы с вами сегодня находимся в село Белосовица, Закарпатская область, отличная погода И в нашей маленькой команде сегодня знакомимся Анатолий, город Ужгород, его жена Наталья, тоже город Ужгород Это Рима, ее муж Анатолий, а это Анатолий, его жена Рима Ну и руководитель сегодняшней нашей маленькой группы Димыч или Дима Барабаш Он ходил больше нашего, является практически профессионалом И с вами, как всегда, сегодня я, Сергей Казадаев и наш туристический кейтеринг самостоятельный клуб Альфокс, Альпийский лис Сегодняшняя цель пикуй 1408 метров Поехали! Начало маршрута проходит по довольно-таки крутому склону, градусов 45-40 Но среди леса И это заметно облегчает подъем в жаркий день Группа двигается вверх Эта часть маршрута проходит по тенистому лесу Тень спасает от надвигающейся жары И наша группа постепенно продвигается вперед Группа вышла из лесу на большую кошеную поляну И с этой поляны открывается панорамный вид на саму гору Пикуй Я сейчас попробую сфокусировать и зумировать И, возможно, вы увидите на самой вершине бетонный столбик Вот бетонный столбик находится как раз по центру Ну, если резкость позволяет, можно его разглядеть Наша группа двигается дальше Впереди основной подъем на гору Пикуй И окружающая нас панорама карманских лесков Она еще видна не вся Основная будет видна сверху На появившейся развилке уходим право Дорога идет лесом И через каждые 50 метров Мы пересекаем живописные полянки На которых растут блогающие альпийские травы И открываются панорамы самого хребта Подходим к ручейку Здесь можно набрать водички Большое спасибо работникам лесного хозяйства Лесоохотничьего хозяйства Вот взятие координат Берем координаты И минутный отдых Минутный отдых Впереди еще будет один домик Который лесники поставили тоже Ну, а здесь такое костровище место Набрали питьевой воды Анатолий поднимается вверх Сеанс связи законченный Продолжаем подъем вверх Подъем идет вверх Градусов 35-30 Русло сухое Но подниматься все равно приходится с осторожностью Техника безопасности должна быть всегда соблюдаема Двигаемся дальше Перед выходом на траверз Альпийского луга Перед пикуем подъемом Решили остановиться На глоточек кофе Все участники Всего по 2 евро за чашечку А сколько? По 2 евро Со сдачи или без сдачи? Почти как на пьяца нагона Участники клуба кофе пьют бесплатно Так, а кто у нас бармен? Участники клуба, Дима, как клуб называются? У нас бармен Дима По 2 евро и пошли Да Ну и кто у нас сегодня на баре? У нас сегодня на баре Дима Как всегда Как всегда? Да Так, сигнал попал Нам кто-то звонит Ну и что у нас будет? Кофе? Кофе эспрессо Кофе эспрессо Почти что как в Горицано на углу Но нет, этот намного вкуснее Так, мы сейчас покажем На чем будем кофе варить Это обязательно знаю Показывают в роликах Ютьюба Потому что интересен сам и процесс приготовления Так, что у нас? У нас газовая Газовая конфорочка будет Вот у нас уже газовая горелочка есть Сейчас будет подключаться Ну, я такую не взял Он, в принципе, есть у меня дома Но, тем не менее, не взял Надо будет на следующий раз взять Так Закручивается, да? Да Закручивается кофеварочка Ну, все Сейчас будет ставиться кофе Так Подкручиваем? Здесь на пьезо или так? Ну вот, полный процесс Кофе поставлю Сколько примерно минут? Минуты 3-4 Минуты 3-4 у нас будет кофе Ну, взгляд на камеру можно О, и помахать Вот так Идем по участку Который называется Лестница Ну, очевидно из-за того Что Камни Довольно-таки плоские Массивные Составляют здесь основную часть Этого отрезка О! Местные жители нам встретились Доброго дня! Доброго дня! Что с нас собирали? Да И что это было? Яфины или Лохинку собирали? Яфины Есть много? Нет, нет Вверху нет Ну, вверху нет Только на этом Дякую, хорошо Поднимаемся дальше вверх Выходим на русло ручья И дорога идет дальше По правой стороне Вот такое живописное местечко С маленьким водопадом На выходе из леса на траверс У нас встречаются Участки, которые обильно покрыты Кустами Яфин Яфины Это закарпатское название Черники Ну вот Димыч Заправляется Остановка У нас Пищевая остановка Не техническая Что? Про Польшу все выяснили Да? 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 Полностью Ну вот Мы выходим на траверс Выходим на траверс Пикуя Ты поела Голубик Эту Чернику, а? Вышли на подъем Полянки Обильно растет Иван-чай Ну а впереди Впереди скалы Скалы Которые стоят На горе Пикуй Это самый Участок маршрута Наиболее трудный Мы будем его обходить Обходить с северо-востока Мотор С этого места дорога уходит вправо немного Подъемчик И налево На самую горку наверх Ага, то есть мы не будем идти прямо на стенку Нет Мы идем аккуратненько по ущелью и налево Отлично Начинаем подъем Обычайно красивая панорама Начинает окружать нас Мы ее покажем сверху И Иван-чай Иван-чай Столько иван-чая много кругом Вот Сколько черники Черника прямо растет по дорожке Молодь Прямо растет по дорожке И невозможно чтобы не удержаться от черники Вот собираем чернику И прямо отправляем ее Сразу отправляем ее в рот Осторожно, чтобы не запачкать белую майку Поднимаемся дальше Продолжается траверс Дорожка идет среди зарослей черники И Одиночные камни встречаются Вот такие петролиты Ну и Видим как Местные жители Собирают чернику Чесалками Вот можно их увидеть на переднем плане Далее я веду Камеру по горизонту Вот сейчас по линии сей объектива Прямо под кромочкой леса тоже видно Сборщика ежевики Ну а перед нами Панорама, которую мы Обязательно покажем вверху И расскажем про то, что будем видеть Мы на подъеме На гору Пикуй Вот такой подъем Ждет нас впереди И сейчас Наша группа Поднимается Прямо к выходу на траверс Горы Пикуй И я вижу, что впереди Впереди идет Впереди идет Наталья Анатолий А сзади Замывающая Рима И Анатолий уже Конор Ну, впереди меня идет Димыч Это наша задача сейчас Первая задача И мы заканчиваем Практически основной путь Восхождение на Пикуй Дальше начнется прямой траверс Растение Растение альпийского пояса Вот я точно знаю, что это растение Оно в красной книге Но я посмотрю дома Потому что сейчас попросту не помню название Знаю точно, что это краснокнижное растение И очень четко сейчас, дорогие друзья Очень четко вы можете увидеть Конец границы Альпийского пояса То есть это приблизительно 1200 метров Вот где кончается Растительность Трава серого цвета Вот это идет как бы Граница альпийского пояса Дальше уже растительность только Принизменная И с правой стороны Экрана Вы видите как она Случайно буквально бабочка села На мой палец И обязательно должен такую Красоту снять Ветер Но она ветра не боится Она приземлилась На моем пальце Левой руки Подъем становится Чуть-чуть круче Димыч и Толик Стоят на стоянке А небо чуть-чуть уже становится Более или менее серым Как бы нас Не застал дождь В долине Сыринская Ну что ж Поднимаемся дальше Поднимаемся дальше На траверс горы Пикуй Ну что Впереди последние метры Уже видно Бетонный столб Кстати, этот бетонный столб Да, который обозначает вершину Горы Пикуй Это в 1935 году В честь президента Чехословакии Масарика Томаша Гари Масарика Жители села Жители села Гусный Они этот столб Вынесли на вершину И его установили Алло Алло Нет, так и а ты Я в 7 ранку уже выехал В Сужегорода Ну Ты зараз в Воловецком районе Да, с удовольствием Глоточек кофейка Но это сейчас вот у нас вид Прямо на Львовскую область Это не туман, мы находимся в облаках На высоте 1400 метров Там еще 8 метров нам до верха Поэтому я буду объективный Мы на высоте 1400 метров Ну что? Анатолий пьет кофеечек Как кофеечек? Что ищешь? Рассказывай, черный рюкзак или черный кулек? Ясно, что помешать сахар Димыч с кофейком Кофеек высокогорный Тут на пику ей есть кофе Наталья уже все Кофе уже выпила Кофе не пью Да, ну и Римма Римма вся в сессии Так я фоткаю Толика За ее правым ухом находится Воловец Римма всех достала и уже кайфуется Ну что ж, высота 1408 метров Видимость конечно никакая Мы находимся наверху Видимости нету Панорамы нету Только то, что мы снимали до того, как поднимались Вот Толик поднялся, Наталья за ним, Димыч И мы на самой вершине 1408 метров Стелла, повторяю, которую Жители села Гусного В 1935 году Сюда принесли и установили Честь Масарика, первого президента Ну а это мы находимся возле скульптуры И надпись Напись здесь Считайте Кто надеется на Господа Егора Сион Николи не порушится Слово Божье Бойки Вся Украина молилась и надеялась И отримать независимость 2017 год Ну и видим группу Група находится внизу Да, видимости никакой нету И скалы Самая живописная часть Самая живописная часть Юрий пикует Мы сейчас эти скалы не видим Внутри хребет, который Пикуется Вдруг Я самый высокий Мы тестировали Ну и конечно Делаются памятные фотографии С флагом клуба Альпфокс Туристический сервер Закарпатья И мы готовимся возвращаться назад в долину, где тепло, вот на камне панорама села Белософица и уставшие туристы. Вот съемки на лесной дороге, которая ведет непосредственно уже и село. Краевиды, прекраснейшие горизонты, небо, нас наверху дождь легкий застал. А вот здесь уже нас этот дождик догонял. Но все равно успели сняться на фоне красивейших солнечных пейзажей. Дима собирает иван-чай, еще одна панорама и нас ждет стоянка возвращения домой. Субтитры создавал DimaTorzok